Добро пожаловать на лучший канал про кино Тип-Топ! И в этот раз мы подготовили для вас топ-20 фильмов 2021 года, которые уже вышли в хорошем качестве. А если ты хочешь выиграть 5000 рублей, то подпишись на канал, нажми лайк и посоветуй фильм в комментариях. За самый интересный совет я отправлю деньги на банковскую карту. А это победители с прошлого видео. Может, в этот раз выиграешь именно ты. Жду тебя в комментариях. Без лишних слов нажми лайк и подпишись, ведь это займет всего лишь 5 секунд. А мне будет очень-очень приятно. Приятного просмотра! Стоимость гаджета абсолютно не гарантия его надежности и удобства. И так в любой сфере. Например, беспроводные наушники можно купить в 4 раза дешевле раскрученных Apple AirPods. Представляю вам CGPods тюменской компании Case Guru, которые вошли уже в топ-5 в России. Количество функций в разы больше, чем у яблок. Главное — это влагозащита. CGPods можно мыть под краном и даже в душе. От пыли, пота и после тренировки. Отличный звук и автономность 20 часов. А заряжаются они в кейсах. У CGPods Lite самый маленький в мире кейс антистресс с магическим щелчком крышки. Как коробочка для кольца. Девушки в восторге. А кейс CGPods 5.0 сделан из авиационного алюминия и выдерживает до 220 килограмм. У модели 5.0 кнопки сенсорные, а у Lite механические. Управлять телефоном можно прямо с наушников. Доступно 11 команд. Продаются они в белом и черном цвете. И благодаря конструкции отлично сидят в ушах. CGPods уже вошли в топ-5 наушников в России. Купить их можно только онлайн. 3,5 тысячи рублей – честная прямая цена от производителя. Без конских наценок сетевых гигантов. Производитель дает год гарантии. А если что, просто обмен на новые без ремонта. Переходи по ссылке из описания на официальный сайт производителя и заказывай наушники со скидкой 200 рублей по промокоду КИНО. Порадуй себя и своих близких. 20 место. Война будущего. Декабрь 2022 года. Во время финала Чемпионата мира по футболу в Катаре на поле высаживается десант из будущего. Прибывшие заявляют, что через 30 лет Земля подвергнется инопланетному вторжению. И если люди настоящего не помогут людям будущего, то человечество прекратит существование. Так начинается принудительная отправка граждан на войну, с которой возвращаются только 30%. Через некоторое время приходит очередь и Дэна, бывшего военного, а ныне школьного учителя и заботливого отца. После короткого инструктажа его группу посылают на задание, но из-за технической ошибки высадка происходит не в том месте, на крыше дома, в полуразрушенном городе, который вскоре подвергнется бомбардировке. Это устройство облегчит ваш прыжок в войну будущего и обратно. Одна минута до прыжка. Эй, приятель, возьми это и переверни вот так. Какой-то ты спокойный. Долгая история. Вы были военным? Да. Для короткого рассказа, думаю, сойдет. Три, два, один. Девятнадцатое место. Mortal Kombat. Боец смешанных единоборств Коул Янг не раз соглашался проиграть за деньги. Он не знает о своем наследии и почему император внешнего мира Шан Цунг посылает могущественного крио-манцера Саб-Зиро на охоту за Коулом. Янг боится за безопасность своей семьи, и майор спецназа Джакс, обладатель такой же отметки в виде дракона, как и Коула, советует ему отправиться на поиски Сони Блэйд. Вскоре Коул, Соня и наемник Кана оказываются в храме Лорда Рейдена, старшего бога и защитника земного царства, который дает убежище тем, кто носит метку. Здесь прибывшие тренируются с опытными воинами, Люканом и Кунглау, готовясь противостоять врагам из внешнего мира. А для этого им нужно раскрыть в себе Аркану, могущественную силу души. Я Саб-Зиро. 18 место. «Матрица. Воскрешение». Предстоящий американский научно-фантастический боевик, снятый Ланой Вачовски, которая также написала сценарий вместе с Дэвидом Митчеллом и Александром Хэмоном, и выступила продюсером совместно с Грантом Хиллом и Джеймсом Мактигом. Четвертая лента в серии «Матрица» и первая, созданная без участия Лили Вачовски и продюсера Джоэля Сильвера. Киану Ривз, Кэрри Энн Мосс, Джада Питкетт-Смит, Ламберт Вильсон и Дэниел Бернхарт вернулись к ролям из предыдущих фильмов серии. В ленте также сыграли Яхья Абдул-Матин II, Джессика Хенвик, Джонатан Гроф и Нил Патрик Харрис. Единственное, что для тебя важно, до сих пор здесь. Поэтому ты все еще сражаешься и никогда не сдашься. Ты меня не знаешь. Нет? Семнадцатое место. Охотник на монстров. Параллельно нашему миру существует иной мир, где правят крайне опасные и наделенные невероятной силой монстры. Именно сюда, через пространственный портал, попадает лейтенант Артемис и ее отряд элитных бойцов. И теперь им предстоит проверить себя на прочность перед лицом невиданной ранее угрозы, пытаясь выжить и найти дорогу домой, Артемис объединяется с местным охотником, который научился выживать в этих враждебных землях. Вместе им предстоит вступить в схватку с ужасающими монстрами, не знающими страха и жалости. Мы справимся. Круто давай! Но нужно оружие. Класс! Совести у тебя нет. Что случилось с твоей семьей? Латвоз! Шестнадцатое место. Смертельная зона. 2036 год. Уже несколько лет на Украине идет гражданская война, а военные силы США выполняют роль миротворцев. Не подчинившись прямому приказу капитана, оператор дрона лейтенант Харп предстает перед комиссией, но отправляется не под трибунал, а на спецзадание. Теперь Харп находится в подчинении у капитана Лео, который на самом деле является секретной разработкой, высокотехнологичным андроидом, внешне совершенно неотличимым от обычного человека. Вдвоем они отправляются в приграничную с Россией зону, чтобы найти военного преступника Виктора Коваля и не позволить ему завладеть кодами запуска ядерных ракет. Что произошло, Харп? Я извлек из него трекер. Как извлек? Если ваше оружие обратится против вас же, то мне-то какое до этого дело? Даже интересно, сколько ты тут протянешь в одиночку. Зачем я вообще тебе понадобился? Пятнадцатое место. Шан-Чи и легенда Десяти колец. Много сотен лет назад амбициозный воин Сью Вэнь Ю завладел волшебным боевым артефактом Десятью кольцами, с помощью которых он победил всех врагов и создал тайную организацию. На протяжении веков он собирал армию и тайно вмешивался в ход мировой истории. Но в 1996 году встретил прекрасную девушку, мастера боевых искусств, скрытый от посторонних глаз деревни Тайло, остепенился и завел семью в Сан-Франциско 25 лет спустя. Парень Шон работает обычным парковщиком, а вечера проводит в караоке с подругой и коллегой Кэти, большой любительницей скоростных автомобилей. Однажды по дороге на работу на приятелей нападают хорошо подготовленные воины с целью забрать у Шона подаренный матерью медальон. Сын мой, нельзя бежать от своего прошлого. Четырнадцатое место. Космические чистильщики 2092 год. Из-за глобального загрязнения Земля становится непригодной для жизни, поэтому компания UTS с помощью нанотехнологий планирует терраформировать Марс, но в светлое будущее возьмут далеко не все население и команда космического корабля победа. В число этих счастливчиков не входят. Нищеброд Тхэ Хо, красавица Капитан Чан, матерый механик Тайгер Пак и робот, как и многие другие, пытаются заработать сбором космического мусора, но все больше залезают в долги. Однажды они находят с виду безобидную девочку-андроида, которая, как выясняется, является оружием массового поражения. Наши герои решают наладить свою унылую жизнь и выгодно продать находку. Ты хочешь продать ее черным лисам? Да. Два миллиона наличными. Не опаздывайте, долго мы ждать не будем. Что произошло? Тринадцатое место. Человек-паук. Нет пути домой. Жизнь и репутация Питера Паркера оказывается под угрозой, поскольку Мистерио раскрыл всему миру тайну личности Человека-паука. Пытаясь исправить ситуацию, Питер обращается за помощью к Стивену Стрэнджу, но вскоре все становится намного опаснее. Здравствуй, Питер. Ты не Питер Паркер. Простите, как у вас по имени? Доктор Отто Октавиус. Хорош прикалываться, я серьезно. Тринадцатое место. Финч. Постапокалипсис. В Северной Америке бушует радиация, пыльные бури и торнадо. Инженер-робототехник Финч смертельно болен и переживает, что после его смерти некому будет заботиться о его собаке, поэтому собирает для этой цели человекоподобного робота. Узнав, что на местность надвигается супер-буря, в которой он не выживет, Финч с собакой и роботами отправляется в Сан-Франциско. Локти со стола убери. Ты следующий. Я работаю над одним интересным проектом. Не знаю, что получится. Если можешь говорить, расскажи что-нибудь о себе. Робот должен оберегать собаку. Одиннадцатое место. Кровавое красное небо. Надя с восьмилетним сыном летит в Штаты, где ей обещают инновационное лечение от загадочной болезни, из-за которой женщина вынуждена постоянно колоть себе лекарства. Но когда группа террористов захватывает самолет и меняет курс, Наде не остается другого выбора, кроме как отпустить свою натуру и показать злоумышленникам, на что способна рассерженная мать. Что за чёрт? Десятое место. Джей Ай Джо Бросок Кобра Снэк Айс Загадочный и суровый одиночка Снэк Айс спасает наследника древнего японского клана Арасикаго и в знак признательности клан открывает ему тайные знания пути ниндзя. Но главное, Снэк Айс обретает то, к чему так долго стремился — дом. Однако, когда становятся известны секреты его прошлого, на кону оказывается его честь, преданность и доверие самых близких людей. Мне жаль. Это не моя война. Тогда почему ты здесь? Я был ребёнком, когда убили моего отца. У меня нет дома. Меня зовут Снэк Айс потому что мне всю жизнь не везёт. Я не могу дать тебе имя или прошлое, но могу предложить цель. Девятое место. Чёрная вдова. Наташа Романов предстоит лицом к лицу встретиться со своим прошлым. Чёрная вдове придётся вспомнить о том, что было в её жизни задолго до присоединения к команде Мстителей и узнать об опасном заговоре, в котором оказываются втянуты её старые знакомые Елена, Алексей, известный как Красный Страж и Мелина. У тебя есть план или я просто тебя прикрываю? Да, мой план был уйти от погони. Ясно, плана нет. Перед каждым из нас встаёт выбор быть тем, каким ты выгоден мир или самим собой. Восьмое место. Полночное небо. Пожилой астроном Августин всю жизнь изучает звёзды. Когда приходят новости о некой катастрофе, он остаётся совершенно один на Арктической исследовательской станции. Именно там он встречает загадочную девочку Айрис. В это время, возвращаясь после миссии у Юпитера, к земле летит экипаж корабля Эфир во главе с капитаном Салливан. Августин и Салливан находятся далеко друг от друга, но их судьбы неразрывно связаны. Ты хочешь быть исследователем? Айрис! Иди на мой голос! Но пока ты занят всем этим, твоя собственная жизнь просто проходит мимо. Вот почему я должен связаться с ними. Седьмое место. Клыки ночи. Лос-Анджелес. Уже несколько десятилетий вампиры поддерживают перемирие с осведомлёнными людьми и соблюдают три правила. Не давать широким массам узнать о своём существовании, не пить кровь тех, кто этого не хочет, без разрешения не посещать район Бойл-Хайтс. Но этим вечером всё изменится. Сначала вампиры похищают девушку Джея, смотрящего за соблюдением условий договора, а после Джей поддаётся на уговоры младшего брата студента Бенни и отправляет его работать с шофёром вместо себя. Бенни должен всю ночь возить двух девушек по вечеринкам, но вскоре он замечает, что с ними что-то не так. Кто по-твоему правит городом? Ты даже представить не можешь наше богатство и власть. Живём прямо на виду у всех. Я просто... Твоя кровь вкусная? Небось. Шестое место. Отряд самоубийц. Миссия на вылет. Отобрав наиболее перспективных заключённых из тюрьмы, в которой содержатся не только самые опасные преступники, но и люди со сверхспособностями и даже не люди, правительственный агент отправляет их на самоубийственное задание в одну латиноамериканскую страну, где недавно произошёл военный переворот. А чтобы те наверняка не сбежали, каждому в голову вживляется взрывное устройство. Любишь ты их или нет, это твои братья и сёстры на ближайшие дни. Вопросы? Рука? Да, она самая умничка. Мы все умрём. Надеюсь на это. Угораздило же. Пятое место. Охотники за привидениями. Наследники. Мать-одиночка с двумя детьми-подростками селится на старой ферме в Оклахоме, полученный в наследство от отца, которого она не знала. Дети пытаются больше узнать о своём деде и находят автомобиль Экта-1, принадлежавший знаменитым охотникам за привидениями. А ты знаешь, что тут происходит? Наш дедушка сражался с армией призраков. Надо отсюда валить. Четвёртое место. Воздушный бой. 1943 год. Разгар Второй мировой войны. Девушка-офицер Мод Гэрротс с секретным грузом садится в американский бомбардировщик Б-17 «Летающая крепость» и сразу же становится объектом насмеша. Капитан приказывает ей занять место в кабине пулемётчика под брюхом самолёта, откуда девушка замечает японский истребитель и странное существо на фюзеляже. Если сексистские комментарии команды она до поры до времени решает потерпеть, то хозяйничать в небе вражеским самолётом и небесным гоблинам позволять ненамеренно. Это тебе не косметичку открыть, дорогуша. Я пыталась быть вежливой. У неё жоркий глаз! Что это за тварь? Третье место. Первый клон. Бывший агент разведки Ми-Ги-Хон соглашается сопроводить в секретный бункер первого в мире клонированного человека, который к тому же является бессмертным и обладает сверхспособностями. Но по пути на их конвой совершается нападение и теперь Мину предстоит закончить миссию в одиночку, а его подопечный будет с интересом изучать окружающий мир. Приказываю вам убить его. В чем смысл моей жизни? Второе место. Неспящие. В результате глобальной катастрофы перестают работать электронные приборы и люди теряют способность спать. Мир погружается в хаос. Только у Джилл, бывшей военнослужащей с непростым прошлым, возможно, есть ключ к спасению. Ее собственная дочь. После 48 часов без сна пропадает критическое мышление. Будет полный хаос. Залезайте. А что будет через 5 или 6 дней? Мы все умрем, если не найдем решение. Вперед, вперед, скорее! Поехали, поехали! Я пытаюсь! Первое место Skyline 3 После вечеринки компания друзей просыпается от того, что в окно ударяет яркий свет. Они видят, как людей на улице затягивает в столб света и куда-то вверх. Вскоре после этого на планете начинается зачистка оставшихся людей, а выжившим предстоит бороться за жизнь с инопланетными тварями. Мы отправляемся в первый полет на их планету. Ты обладаешь уникальной способностью взаимодействовать с техникой пришельцев. Без тебя мы не справимся. Мы отплатим им той же монетой. А какой из фильмов добавил бы ты в этот список? Напиши название или даже сразу несколько названий фильмов 2021 года, которые уже вышли. Если твой фильм мне понравится, то я отправлю тебе 5000 рублей на банковскую карту. И не забывай про топовые наушники CGPods. Ссылка на них находится под видео. Пожалуйста, поставь лайк, подпишись на канал и нажми колокольчик, ведь я очень старался. Смотрите только хорошие фильмы, а я посмотрю плохие. Пока-пока. аппетит.